На этой фотографии главная улика трагедии на Ломоносова 65. Напомним, 18 декабря неизвестный напал на 34-летнюю северодвинку с ножом. От полученных травм женщина скончалась в больнице. По версии следствия, на пострадавшую напали в подъезде. В ходе борьбы раненая женщина отобрала нож, а ее крики услышали соседи. Один из них догнал нападавшего между домами 59 и 60 по улице Ломоносова. Свидетели происшествия, а также мужчину, который задержал свидетеля 18 декабря около 7.30 утра, полицейские просят сообщить по номерам, указанным на экране. Просит откликнуться и тех, кто знает, где можно приобрести такой филейный 30-сантиметровый нож. Врезался в Хюндай и снес светофор. Сегодня ДТП произошло на Архангельском шоссе. Водитель Хюндая поворачивал налево на улицу Юдина. Завершить маневр ему помешала Волга. От удара с иномаркой отечественный автомобиль улетел на светофор. Подождал, пока машины все пройдут. Затем доехал на перекресток. Встречный пяток пришел, красный свет. Я стал поворачивать сюда, а тот на красном свете заехал меня. Вроде бы выхлоп был, но водители ГАИ говорят, а что? Какой выхлоп? Вот готовите, нормально. Оба водителя не пострадали. А вот специалисты говорят, неприятная ситуация испортила новогоднее настроение. Установить новые светофоры и знаки необходимы в течение трех дней. Предположительно, стоимость нового оборудования более 80 тысяч рублей. Выносил ботинки, сумки, медикаменты и полушубок. Полицейские задержали 19-летнего сверодвинца. Молодой человек сознался в кражах в 13 магазинах. Любитель легкой наживы воровал в торговых сетях с минимальной системой охраны безопасности. А продавец либо отсутствовал на месте, либо отвлекался на его напарника или на других покупателей. Юноша ранее неоднократно судим за различные преступления. Воровать начал с 11 лет. Подозреваемый нигде не работает. Молодой человек признается, воровать будет и после того, как выйдет из тюрьмы. Брал все, что плохо лежало. Это женские сумки, мужские сумки, обувь. В одном случае в магазине на проспекте морском полушубок. Где-то какие-то медицинские приборы, кожгалантерия. Ну, все, что можно, все, что плохо лежит, тащил все. Впоследствии это либо продавалось, либо использовалось симпсомином. Молодой человек находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Если вы стали очевидцем происшествия и сняли его на фото или видео, присылайте материалы на наш электронный адрес gtrk.sevsobacomail.ru. Предложить свою новость наши зрители могут нажатием одной кнопки на сайте северодвинск.тв.